Друзья, всем привет! Вы на канале ДжиДжи, меня зовут Влад. Начинаю новое поручение. Давайте покажу вам, где сейчас я территориально. Это сгоревшая станция лесозаготовки. Меня просят отсюда вытащить четыре связки обугленных бревен. Про них я сейчас расскажу отдельно. И отвезти в новую локацию, в которой я еще не был, сгоревший лес. Перед этим я уже пытался поехать в ту сторону. Вы видите, что у соседнего проезда уже большой набор техники с различными грузами. Но там я уперся в определенные ограничения. Этот тоннель закрыт, пока вы не выполните определенное задание. Я вот хочу сейчас попробовать через вот этот путь выехать туда. Надеюсь, что у меня это получится. А теперь относительно груза. Все дело в том, что вот эти обугленные бревна, видимо, имеют свои габариты. Потому что на заднем плане у меня стоит Урал-Ураган с кузовом под средние бревна. И они туда не помещаются. Причем это уже, я бы сказал, не один заход к этой локации. Перед этим я ехал сюда на Кразе и жутко обломался. Просто-напросто эти бревна туда не помещаются. Самое интересное, что, как говорил, нам нужно отвезти с вами 4 связки. Но при среднем размере кузова прицеп вы прикрепить уже не можете. Так что придется по одной, либо искать машину. А такие игровые есть, которые вы можете все это безобразие прицепить. Вот здесь вроде бы есть проезд. Давайте я попробую выехать. Я пытался уже и вручную погрузиться. Нет, не получается. Я пригнал сюда Урал. Вроде бы как у него база длиннее. Нет, дело не в базе. Дело именно в кузове. Ну и, как говорил, перед этим приехал сюда на Кразе 255. Такой правильный, хороший, знаете, прям лесовоз. У него еще был отличный прицеп для двух связок средних бревен. Мне показалось, что автопоезд мог бы получиться очень интересным. Но, к сожалению, что-то пошло не так. Давай-давай-давай. Сейчас прямо на заднем-то только и вытащишь. Ты же в конце концов Урал. Автор этой машины КОЛД 76 РСК. Так, вот здесь надо быть аккуратным. Вот эта ловушка, это прям с этими деревьями какой-то кошмар. Видите, что творится? Вроде бы лежат, вроде бы должны проехать, но нет. Вот застревает машина регулярно вот в таких ловушках. Давайте включу дифференциал. Может быть сейчас все-таки попробуем прорваться. Кстати, хорошая картинка для обложки нашего видео. Лежит еще там один вот такой же деревянный шлагбаум. Надеюсь, проскочим. А вот здесь как-то совсем безболезненно, да? Ну ладно, в конце концов пожар, поваленные деревья. Это вполне нормально. Ну что, друзья, давайте будем плавно переходить на новую локацию. И посмотрим, как все это будет выглядеть. Главное, чтобы на этой карте нам не попались какие-то дополнительные осложнения. Кстати, очень крутая картинка, по крайней мере атмосферная. Грузовик, по-моему, или прицепы с водой. Авария на дороге, опрокинутый скал с прицепом. И такой пожарной дыре с двумя какими-то, я так понимаю, новыми видами груза. Так вот, к чему я говорю? То, что на нашем пути сейчас может быть разрушенный мост, огромная река, какие-нибудь большие горы, завал, который сперва придется отремонтировать, разобрать, сделать и так далее. Я надеюсь, что все-таки без таких приключений мы попробуем добраться до склада, где хранятся вот эти вот обугленные бревна. По легенде, там все сокрушали, что лесопилка сгорела. Именно то место отлично подходило для сруба деревьев. Но, к сожалению, все сгорело за исключением некоторых видов бревен, которые удалось спасти даже в том состоянии, в котором они остались. Угу. Свет мой зеркальце скажи, куда мне ехать? Так, в ту сторону. Ну, здесь, в принципе, как бы без вариантов. Направо-налево, нам направо. Угу. Небольшая площадка перехода. У меня почему-то прям вот такие, знаете, очень яркие ассоциации. Если лесовоз, то это должен быть либо Урал, либо Краз. Причем, Краз машинка-то прям вот для этого создана. По крайней мере, у кота. Нам вот не сюда прям, было бы здорово. Несет немного его со склона, что считаю абсолютно правильным. Так, там, наверное, есть распуск под длинные бревна. И, наверное, это у нас как раз идет лесопилка. Смотрю параллельно, куда ехать. Там, кстати, очень прикольная дорожка. Может быть, интересная локация. Вот так вот. 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 Пока ничего криминального не вижу Дорога, знаете, напоминает ту По которой мы с вами везли на Дерри Наш грузовик в трейлере То есть такая горная, с грязью Все как положено И здесь, в принципе, видимо, каких-то два объезда есть Справа и слева Давайте я попробую с этой стороны заехать Если что, буду сдавать назад Вот, кстати, тоже красивая картинка Для обложки, опять же Заберу к себе Не сильно я затюнинговал Урал По умолчанию Колеса большего размера Коробка С дополнительными передачами Что такое? Для понижайки Что-то как-то у него хрустнул так интересно И он остановился Полный Ну-ка Не хватает ему Двигатель, потому что фактически стоит номинальный Там, по-моему, из пяти это второй То есть один из самых слабых Ну давайте для скорости включу немного Див Ну так, в принципе, карта интересная С большими переходами по высоте Скалами Куда-то мы с вами рухнули Я параллельно еще смотрю по сторонам Мало ли вдруг какой-нибудь грузовик, например, МАЗ Который я все еще не открыл А тут мы на Урале И подзаберем его Давайте покажу вам кабину Так, что у нас тут? Ай-яй-яй-яй, не вижу О, метеостанция Нам, кстати, туда надо будет что-то отвезти, по-моему Какие там переходы-то интересные Не подзавалить бы его Урал, конечно, красавчик Хорошо перебирается Я так понимаю, что мы уже практически приехали То есть не такая большая локация выходит Хотя, с другой стороны, это мне так кажется А может быть здесь большая дорога и в объезд Сейчас грязь проеду Давайте посмотрим Вроде бы как Вот здесь можно подняться А нет Это просто кажется, что так близко На самом деле еще ехать и ехать Время забыл перевезти Давайте это сделаем Напомню, что сейчас наша машина идет исключительно на заднем приводе И такое впечатление, что на самом деле на полном Топлива достаточно По-моему, нам надо, может быть, куда-то вот туда Там какая-то локация была Я надеюсь, что в эту сторону Отчасти, знаете, еще что напоминается вот этими большими водоемами Это восьмой сезон Там тоже были разлитые реки Но в той локации это было обосновано Там был некий такой ураган и наводнение Давайте-ка переключусь на понижайку А то он такой быстрый Не хватает, конечно, немного точечной коробки Надо было ее ставить Достаточно уверенно идет Урал Жаль, конечно, что вот как у модовых машин Вы не можете банально взять и установить кузов В котором можно прикреплять прицеп для такого же размера Прям боль печаль Либо нужно выбирать какой-нибудь Катерпиллер Ну, хотя у него, по-моему, тоже прицепы отсутствуют Есть еще, по-моему, игровой степ На который тоже можно установить кузов для средних бревен Но, мне кажется, там та же история будет с цепным Он просто не даст вам прикрепить Почему нельзя? Нужно по логике разработчиков сделать 4 рейса Ну, камон, если у тебя хороший прицеп Если у тебя мощная машина Мне кажется, может получиться даже интересно Я надеюсь, что я туда поворачиваю Немножко газу добавим ему в горочку Так что, если вы еще вдруг не посещали эту локацию И не знаете, какой грузовик взять Берите штатный кузов для средних бревен Ох ты Так это ж GMC там стоит Интересно, отдадут или все-таки казенное Заезд такой еще хитрый По 90 градусов с этой стороны Отдадут? Да, друзья, отдадут На этой, наверное, минутке буду плавненько завершать этот ролик Спасибо, что посмотрели Если понравилось, не забывайте поставить лайк Если еще не подписаны, самое время это сделать Ну, а я буду с вами прощаться И увидимся в следующих заездах Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok